Так, на днях наверняка многие из вас, у кого есть недвижимость или транспорт, получили уведомление из налоговой службы об оплате имущественного налога до 1 декабря этого года. И многие, возможно, недоумевают, почему не посчитали льготу, а другие считают, что уведомление пришло ошибочно, ведь они продали квартиру или транспорт еще в прошлом году. Наш корреспондент Евгений Андросов в своем сюжете расскажет, как правильно расшифровывать уведомления, чтобы потом не тратить свое время в очередях в налоговой. Скажите, пожалуйста, что такое налог? Облагает, когда физический и юридический кризис государственного налога. Это то, что должен хоть отчаять своего дохода человек отдать государству. Что такое налог, мы все прекрасно знаем, но когда нам отправляют уведомления, то сразу возникает несколько вопросов. А ведь можно самим расшифровать письмо счастья, не тратя времени на очередь. На имущественный налог я уже получила, но у меня есть там непонятные вопросы, и мне хотелось бы задать этот вопрос, конечно же, сотрудникам налогового управления. Допустим, в прошлом 2016 году вы продали автомобиль, а в этом году получили налоговое уведомление. Вы в недоумении. Однако в этом 2017 году, в срок до 1 декабря, мы уплачиваем налоги за прошлый 2016 год. Для того, чтобы налогоплательщик правильно читал налоговое уведомление, я вам приведу пример. Ну, допустим, скажем, Иванов Иван Иванович в 2016 году в августе месяце продал свое транспортное средство. В данном случае налоговый орган транспортный налог будет считать за 8 месяцев использования транспортным средством. Для этого, если налогоплательщик получил расчет, налоговое уведомление за 2016 год, он не должен беспокоиться, что мы ему начислили налог за целый год. Для этого есть графа количества месяцев владения в году. И в этом количестве месяцев как раз-таки мы в расчете укажем, ну, вот так как он владел с января по август месяц, именно 8 месяцев, количество за которое мы насчитали налоги. Многие пенсионеры имеют льготу по налогу в отношении одной квартиры, одного дома и одного гаража. Если помимо этого он еще владеет земельным участком и транспортом, то на эти виды льготы не распространяются. А получив уведомление, думают, что налог посчитали за все. Здесь в графе именно в разделе земельного налога, в графе сумма исчисленного налога будет отражена сумма, подлежащая в плате в бюджет. А в графе расчет налога на имущество физических лиц, в разделе размер налоговых льгот будет отражена сумма. Эта сумма как раз-таки и говорит о том, что в отношении него применили льготу на такую-то сумму. При этом графа сумма исчисленного налога, она будет пустая. То есть сумму, которая отражена в разделе размер налоговых льгот, не надо платить. Итак, если вы получили налоговое уведомление, то внимательно рассмотрите все графы. И тогда все останет на свои места.